Самара Сегодня 22 июня К концу 19 века Самару было не узнать. Город окреп и вытянулся. Выросли новые предместья. Расстояние от южной окраины до северной составляло уже свыше 10 километров. Такой путь тяжеловато было пройти пешком. Самара явно нуждалась в новом общественном транспорте. Ровно 130 лет назад, 22 июня 1886 года, тогдашний самарский городской голова Петр Владимирович Алабин подписал контракт с петербургскими предпринимателями на постройку конно-железной дороги, предшественницы трамвая. Конка была шире обычных экипажей и имела крышу от дождя. Везли ее обычно несколько лошадей. 22 июня 1898 года в губернской столице повышали свое профессиональное мастерство учителя церковно-приходских школ Самарского, Ставропольского, Бузулукского, Бугульминского и Бугрусланского уездов. Для этих целей в главном городе губернии открыли, как бы сказали сейчас, курсы повышения квалификации. А учителей и учительниц школ Николаевского и Новоузенского уездов пригласили на аналогичные курсы в тогда еще село Волоково. Ровно 75 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. На рассвете фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Как только закончилась по радио речь народного комиссара иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова, в Куйбышеве начались массовые митинги и собрания. В первые же дни войны тысячи человек подали в местные военкоматы заявление о добровольном вступлении в Красную Армию. В 22 день июня в разные годы на свет появились. Выдающийся немецкий писатель, автор бессмертных романов «На Западном фронте без перемен» и «Три товарища» Эрих Мария Ремарк. Американская актриса театра и кино, общественный деятель Мэрил Стрип. Любимые многими актрисы театра и кино Наталья Варлей, российский рок-музыкант, лидер группы «Чаев» Владимир Шахрин и многие другие знаменитости. Назовем и именинниц сегодняшнего дня. Это Марианна, Мария и Марфа. По народному календарю сегодня Кириллен день. На Руси считали, что с этого момента лето вступало в свой расцвет. Наступал самый длинный день в году. В июне день не меркнет. У Кирилла от земли сила. Так говорили в народе. А еще с этого дня уже точно начинала поспевать земляника. Сидит Егорка в красной ермолке. Кто не пройдет, всяк поклон отдает. Эту народную загадку про землянику наши предки знали с детства. Такими событиями вошел в историю этот день. 22 июня. Всего вам самого доброго.